Приветствую вас, поскольку женщина во время беременности довольно восприимчива и эмоционально возбудима, то во время этого периода любые происшествия, которые с ней так или иначе случаются, могут вызвать сильное эмоциональное потрясение, которое в последствии может вылиться вот в такие переживания, как у вас. Называется это линейным комплексом, то есть у вас именно каждый раз, когда вы засыпаете, то есть вы ложитесь и, соответственно, начинаются подобные переживания. Надо бы проанализировать, с чем связаны подобные воспоминания, подобные переживания, с чем они связаны именно. То есть почему у вас именно такая реакция на то, что происходит? Почему у вас именно такие воспоминания имеют место быть? То есть что вас кто-то обижал очень сильно во время родов, во время беременности или что? То есть вот нужно обязательно постараться воссоздать все события, которые тогда были. Для того, чтобы понять, какое именно переживание оставило на вас такой след и почему вы, соответственно, испытываете подобные чувства до сих пор. То есть очевидно, что имеют место быть не пережитые до конца эмоций, не пережитые до конца чувства, не пережитые до конца переживания, а может быть даже вы их и не могли выразить тогда. И, соответственно, именно из-за этого вы сейчас испытываете такие чувства, ну, по этой причине вы испытываете такие чувства, как вот, ну, как вы описываете, да? Если это происходит на протяжении 18 лет, то могу тебе представить, что уже когда вы засыпаете, то есть вот прямо когда вы ложитесь спать, у вас уже есть некая готовность, да, наверное, к тому, чтобы такие эмоции испытывать. Я полагаю, что это комплекс, и комплекс необходимо снимать, вот, комплекс это искаженные понятия, искаженные представления о реальном мире, вот. Соответственно, их, эти представления мощные нужно обратно переводить в реальные, но для этого требуется, конечно, определенная работа, корректировочная работа. Методов достаточно, это и когнитивная терапия, и психоаналитический подход, вот. То есть, все это, в принципе, решается, другое дело, что, как бы, ну, хотите ли вы, да, захотите ли вы, точнее, работать сами, захотите ли вы заниматься этим, это уже вопрос, потому что, ну, подобные вещи, да, они, к сожалению, не проходят так быстро, как хотелось бы, и... Вполне вероятно, что результата сразу не будет, то есть, ну, он будет проявляться постепенно. И если вы, соответственно, готовы работать, то вам нужно выбрать эксперта, любого на нашем сайте, который вас устроит, и начинать с ним работу, если вы в этом заинтересованы. Соответственно, если говорить о том, что сейчас вам можно было бы порекомендовать для того, чтобы облегчить себе вот это вот состояние, которое у вас имеется, то я предлагаю вам подумать на тему того, какие бы вы могли образовать ассоциативные цепочки новые, ну, в контексте вот того, когда вы ложитесь спать, да, то есть вас беспокоит же именно то, что, когда вы ложитесь спать, у вас начинается это чувство такое вот, чувство одиночества, вот. Соответственно, я думаю, что если вы попробуете новые ассоциативные цепочки у себя образовывать, да, то рано или поздно произойдет смещение, вот, и вы будете в меньшей степени, да, испытывать вот то, что испытываете сейчас. То есть одни ассоциации заменятся другими ассоциациями, вот. Значит, как это сделать? Во-первых, я предлагаю вам сделать свой вечер по возможности более радостным, по возможности более веселым, если это можно сделать. Я предлагаю вам как можно больше хвалить себя, когда вы ложитесь спать. Я предлагаю вам радовать себя и стараться создавать какие-то хорошие, качественные, положительные переживания для вас. Вот именно, когда вы, ну, непосредственно засыпаетесь, да, вот. Это, в общем и целом, то, что вы можете сделать уже сейчас, вот, и то, что вам поможет облегчить себе жизнь тоже уже сейчас. Далее, вы говорите, что у вас имеется страх. Значит, страх и одиночество. Важный момент. Почему страх? Чего вы боитесь? Страх перед чем имеет место быть у вас? На мой взгляд, это тоже очень важный момент, если мы хотим вам помочь разобраться с тем, что происходит в вашей, ну, вот, в ситуации, да? То есть, чего именно вы боитесь? То есть, вы не рассказываете, не говорите о том, чего именно, чего конкретно вы боитесь. А это, в общем-то, очень важный момент, потому что именно в зависимости от того, чего вы боитесь, вам можно, соответственно, помочь. И вам можно уже непосредственно работать со страхами вашими и так далее. То есть, ну, не определить причину по возможностям, причину того, чему вы боитесь и чего вы боитесь. Значит, дальше, дальше, если вы говорите о том, что вы испытываете одиночество, что вы не принимаете в себе. Что заставляет вас, значит, бояться одиночества, бояться его, ну, вот, настолько, да, что каждый раз перед, ну, перед, сном, да, вы его испытываете, это чувство. То есть, что вы в себе не принимаете? Это тоже, на мой взгляд, очень важный момент, если мы хотим, опять же, вам помочь, если мы хотим, как облегчить вам ваше существование, да? То есть, подумайте, насколько страшно то, чего вы боитесь, насколько это реально ужасно, вот, наступило ли, может быть, то, чего вы боитесь. А также, поразмыслить над тем, что именно в себе, именно в себе вы не принимаете. Я думаю, что это очень важный момент для того, чтобы вам помочь, я думаю, это очень важный момент для того, чтобы стать на путь изменения ваших проблем. Вот. И, соответственно, хороший старт для просто работы. В 18 лет вы жили в довольно тяжелой обстановке, вот, не представляю, как вы спали, конечно. Вот. Ну, вы молодец, что обратились к нам, вот, мы вам поможем, главное, чтобы вы согласились эту помощь принять. Так что, подумайте, подумайте пока на вот эту тему, и если надумаете, то обращайтесь к любому специалисту, и вам обязательно помогут. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok